Всем привет! Мы сейчас приехали в парк в Флори. Очень сильная погода. Классная. Решили прогуляться возле моря. Музыку слышите? Это свыковая лодочка, которая сзади меня. И только сзади меня. Извиняясь на фоне мусорки, начала влог. Не вижу. Потому что на задней камере снимала. Не обратила внимания. Мы сейчас взяли самокат. Варианду покататься. Ходи бай. Бай-бай. Я их подожду. Вон лодочка-то поехала. Такая осень-осень уже в Стамбуле. Покажу вам немножко моряка. Видите, мы в жилетках, потому что только ветерок все-таки прохладный. Вот какая красота. Ветерок такой легкий-легкий. Вот там такая погода тихая. Очень на солнце прям жарко. А вот в тенечке прохладно. Видите, деревья уже все такие с сухими листочками пожелтевшими. Ну, уже конец октября. Как бы, конечно, пора. Такая же красота на улице. Цветочки вот там, пальмочки. Вот это ресторан от Мэрии. Мы там хотим пообедать, заказали. Ну, точно, записались там, в общем, по записи. Было перед нами 60 человек. Тут цветы продают. Домашнее растение. Было перед нами 60 человек. Прошло уже полтора часа, по-моему. До сих пор нас не позвали. Сейчас пойдем узнаем. А может, вот и звонят как раз. Смотрите, тут фотосессии делают невеста. Вообще, Антонишам, скорее всего, с помолвкой поставят. Платье красивое. Есть и так. Мне принесли мое блюдо. Это называется дильбалу. Не знаю, как по-русски это рыбка. Соус-старт. Очень вкусно. Так вафлить уезжает. Вкусно, темные. Напиток. Это щербет из граната. Еще салат заказали. И основные блюда, которые я принесу, покажу тоже обязательно. Так, у Мира тут котлетки на мангале с рисом, с картошечкой. А у мужа мясо в тандыре. Прям тает во рту. Я попробовала. Он там его пытается от жира отделить. Но вообще очень мягкое. Дающее мясо. Это самое дорогое здесь блюдо, кажется. Ну, и очень вкусно, конечно. Ему это было? Ему это было. Котлеты взяли. Котлетки мира не доело. А, что ты лезть съел? Котлетки мира не доело. Так забраться с ним. Так кто даже не встал. Мы ему прям под нос кинули. Хорошенький. Пластиком виляет зайка. И послан умерла. А вот это как? Давай, бери, бери. О, бери. Бери, бери. Мира, да, бери. Бери, бери. Бери, бери, бери. Бери, бери. Бери, бери, бери. 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 Всем доброе утро. Показываю вам сегодня мой завтрак красивый. Как по мне. Люблю на самом деле завтракать яйцами в любой. В любом виде яичница и вот вареную. Но сегодня захотелось вареную. И решила себе еще так вот сделать такой а-ля салатик. И покажу вам сейчас чашечки, которые я купила для турецкого на самом деле чая. У меня здесь травяной чай, имбирь и лимон. Сейчас покажу вам поближе, как должны выглядеть эти чашечки. На самом деле вот такой набор. Здесь 6 чашек и 6 перевачек. Вот такая красота. Они такие как, не знаю, такой граненый изумрудик, да? Точнее алмазик. Вот так вот выглядит. Фирма LAV в Турции это популярная фирма для посуды. Но в основном у них стаканы, я так понимаю. Как-то мало я вижу именно тарелок и всего остального. Но вот стаканчиков много. Понравились они мне. И мне как раз нужны были нормальные, точнее какие-то ненормальные, необычные турецкие стаканы. А вот какие-то типа такого мне. понравились. Покупала в BIM за 200 лир, кажется. 199, если я не ошибаюсь, да, 200 лир стоит. И это отличная цена для набора из 6 штук. То есть супер вообще. Кому нужны чашечки, вот присмотритесь. Очень красиво смотрятся на самом деле. Блюдца удобные. Потому что здесь такое углубление как раз. Они неровные. И получается, что чашка не скользит вообще по блюдцу. Так что присмотритесь. Но я вам еще погоду покажу. Как обычно. Вот такая прекрасная у нас осень. Пока прекрасная. Именно вот сентябрь и октябрь отличная погодка. Но потом, в ноябре, где-то после, наверное, середины ноября, начнется то, что я не люблю. Это дожди. Это какие-то ветра холодные. И, в общем, да, пока наслаждаемся такой золотой осенью. Ну, можно сказать, что это бабье лето, наверное, для Турции. Вот так вот. Какая у вас погода в городе, напишите, пожалуйста. Показывала вам, что ногти нарастила. Покрыла сверху лаком. Вот так получилось. Мне совсем не нравится. Не знаю, может, этот лак не подходит. Сейчас приду домой, наверное, выйдет все равно. Вот так на солнышке выглядит. Мне нравится, что этот лак просвечивает и видно все неровности. В общем, я переделала ногти. Ну, в смысле, покрытие переделала. Вот так вот такой цвет решила взять. Сверху до того, как лаком покрывать, я сделала топ еще, который в лампе сушится. Ну, гель-лак, в общем, короче. Топом покрыла, чтобы сгладить неровности. Так, конечно, выглядит лучше. Так отвыкла, конечно, от длинных ногтей. И так это непривычно. Но красиво, конечно. Мира сказала, фу. Мира, тебе понравились мои ногти? Так-сяк. Так-сяк. Она просто не привыкла, что с длинными ноготками. Ну, мне, в принципе, нравится. Красивенько смотрится. Не знаю, сколько они будут носиться. Насколько они прочные. Это полигель. Наращивала полигелем. Ну, выглядит прикольно. Если бы я еще умела какой-нибудь френчик делать, было бы вообще супер. Но я, к сожалению, не умею. Как вам? Может, какие-то есть у вас еще идейки для такого маникюра? Кстати, вот минус полигеля. Я думаю, что вот эти вот места внутри очень сложно как-то сделать тонкими. Но у меня есть такая спиливающая машинка. И я, конечно, потом все это подравниваю. И то у меня, видите, толстые. Толстые здесь ногти под низом получаются. Ну, вам не видно. Этого прямо будет. Вот. А если бы у меня не было, допустим, этой машинки. Она-то не идет в наборе этого полигеля. То не знаю вообще, как бы я его делала. Так что имейте в виду, кто собирается покупать этот набор. Я на трендел убрала. Он недорого стоил. Вот. Ну, стоит, наверное, он того. Стоит того, чтобы попробовать. Но, кстати, как снять их, я понятия не имею. Ну, то есть я догадываюсь, что их, наверное, надо полностью вот так палочкой апельсиновой подковырнуть. И полностью снять. Ну, что будет с моими ногтями в этом случае? Без понятия. Ну, я так подумала, что я, наверное, не буду их прям снимать. Просто, если что, я их со временем состригу. И пусть отрастают.